Добрый день! Если ты внимательно смотрел все предыдущие уроки и выполнял все задания, то я тебя поздравляю с новым званием. Ты юный программист игр. И ты уже очень много знаешь. Ты знаешь, что такое анимация, что такое интерактивность и что такое игра. Ты умеешь программировать простую анимацию и игры. И еще ты умеешь писать сценарий, анимации и игры. По примерам. В этом же уроке мы создадим абсолютно новую игру с нуля, с чистого листа. Мы не будем рассматривать пример. Мы сначала спроектируем сценарий игры, а потом поэтапно реализуем несколько ее версий. Эта игра называется «Код обжора». Основная идея игры, надеюсь, тебе уже понятно, ты догадался. На сцене у нас будут разбросаны разные предметы и еда. Ну, для начала просто еда, а в следующих версиях и другие предметы мы будем отличать, что съедобно, что несъедобно. И кот должен ходить по сцене и съедать еду. Все очень просто. Что у нас будет в сценарии? В сценарии при ответе на вопрос «Кто?» мы знаем, что первый у нас и важный спрайт – это спрайт кота. И это наш главный персонаж. Все это будет происходить на сцене с одним фоном. Мы подберем какой-нибудь красивый фон, чтобы это было интересно. С кем будет взаимодействовать спрайт кота? Спрайт кота будет взаимодействовать с другими спрайтами разной еды. Мы поставим на сцену бананы, яблоки, пироги и что-нибудь еще. Все, что мы найдем в библиотеке Scratch. И как это все будет происходить? У нас будут скрипты у спрайта кота и у каждого спрайта еды. И сейчас мы кратко рассмотрим, что у нас будет реализовано в скриптах. В скриптах кота в первой версии мы сделаем достаточно просто. Сделаем так, чтобы котом можно было управлять с помощью мыши. Будем перемещать его по сцене с помощью мыши. Надеюсь, ты помнишь, какая это команда. Эта команда перейти в указатель мыши. И еще у нас должна выполняться проверка. Если кот касается спрайта еды, то спрайт еды должен исчезнуть со сцены. Но здесь я должна отметить, что проще это будет реализовать в скриптах спрайтов еды. И для этого мы переформулируем это условие немножко по-другому. А именно, мы будем писать условие, если спрайт еды касается спрайта кота. Тогда этот спрайт, спрайт еды должен исчезнуть со сцены. То есть спрятаться. Есть специальная команда спрятаться. И вот мы каждому спрайту еды напишем такой простой скрипт. Это первая версия игры, простая, но мы ее сейчас быстренько реализуем по памяти. Переходим в редактор Scratch на сайте. И начинаем. Для начала у нас есть спрайт кота. С ним все в порядке. Мы можем его переместить куда хотим. Дальше. У нас сцена должна быть с красивым фоном. Давай добавим красивый фон. Выберем какой-нибудь сад. Например, на открытом воздухе он у нас гуляет. И пусть он у нас гуляет, чтобы такого выбрать красивого. Ну вот, допустим, с деревом. Да, красиво, лужайка. Вот. Уже замечательно. И сейчас мы добавим еще спрайты разной еды. Выберем. Тут нет раздела еда. Ну, наверное, это в предметах. Да, вот у нас есть яблоко. Банан. Ну и я больше не буду добавлять спрайтов. Потом покажу, как сделать быстро, чтобы их было много. Нам нужно проверить просто, чтобы все работало. Итак, у нас вот эти вот спрайты еды и спрайт кота. Мы выполнили первые два пункта нашего сценария. И теперь начнем писать скрипты. Ну и чтобы уже совсем было хорошо, все-таки имя кота должно быть не спрайт, а код. Вот, напишем ему идентификатор, код. Потом нам это понадобится, так удобнее. И сейчас должна сказать, что лучше всего следить за тем, чтобы имена спрайтов были понятными. Вот, допустим, если ты знаешь английский, Apple – это яблоко, Bananas – это банан. Можно так оставить, а можно ввести по-русски, чтобы не запутаться. Потому что, когда спрайтов много, и они просто называются спрайт 1, спрайт 2, спрайт 3, можно запутаться. А если их 20, да, ты будешь думать, какой из спрайтов тебе выбрать. А если они одинаковые, вот мы скопируем, допустим, сделаем несколько бананов. И будем путаться. Поэтому, задавая имена. Это такое небольшое отступление, сейчас начнем реализацию. Значит, у спрайта кота, первое у нас в сценарии было написано, что им мы должны управлять с помощью мыши. Мы уже знаем, как это сделать. Кто забыл, можете посмотреть предыдущий урок. Кот следит за мячом. Мы в цикле всегда делали так, чтобы наш спрайт, там это был мяч, здесь это будет кот, переходил в указатель мышки. Вот так вот мы делали. Проверяем. Вот он у нас с указателем мышки. Мы будем управлять котом вот так пока. Следующая версия игры мы, конечно же, сделаем управление с помощью стрелочек на клавиатуре. Это логичнее. Но пока нас это устроит. У кота пока достаточно. Теперь мы говорили о том, что кот, когда касается еды, эта еда должна исчезать со сцены. Но переформулировали так, чтобы написать скрипт для спрайта еды. Если еда касается кота, то она пропадает, потому что иначе будет сложнее реализовывать. Переходим к спрайту, например, яблоко. И понятно, что нам тоже нужен блок, когда щелкнут по флажку и всегда, потому что проверка должна происходить всегда. И здесь мы ставим условия. Если, надеюсь, ты помнишь это условие. И для того, чтобы проверить касание, в группе команд сенсоры, голубенькие такие, у нас есть команда касается. Тоже в предыдущем уроке в игре кот гоняется за мячом мы это использовали. И выбираем, что кот, точнее не кот, это у нас спрайт яблока, да, касается кого? Кота. Ну, смешно, но тем не менее нам это подойдет. И теперь еще новая команда спрятаться. Вот она в группе внешность, потому что это относится к внешнему виду спрайта. Мы его спрячем. Вот так. Ну что, проверим. Нажимаем флажок. Вот наш кот перемещается по сцене. Но как только он коснулся яблока, яблоко исчезло. Все получилось. Отлично. У банана этого скрипта нет, но точно такой же скрипт будет у него. И сейчас мы быстро, чтобы заново не кодировать, я покажу новые возможности скрэйч. Как можно один и тот же скрипт скопировать от одного спрайта к другому. Для этого мы выбираем тот спрайт, в котором скрипт есть. Смотрите, у спрайта банан у нас скрипта нет, а у спрайта яблоко есть. И только что мы поняли, что у спрайта банан будет точно такой же скрипт. Поэтому мы его берем целиком вот так вот за шапку и тащим просто вот так вот на спрайт банана и бросаем его на него. Вот так. Я отпустила мышку. И теперь раз и скрипт здесь есть. Все прекрасно работает. Теперь, чтобы было интереснее и проще, мы можем продублировать спрайты яблока и банана. Сейчас я сделаю спрайт банана, продублирую, допустим, чтобы у нас на сцене было несколько бананов. И у нас понятно, что будут скрипты одинаковые все. И значит, все должно одинаково работать. Но чтобы они не были такими огромными, мы можем их уменьшить. Я показывала этот инструмент в одном из первых уроков. Вот так, кто забыл, напоминаю. Несколько раз щелкаем столько, сколько надо. Так будет, конечно, аккуратнее. Вот примерно так. Проверяем. Нажимаем флажок. Раз, раз, раз. Все, кот съел. Ну, наверное, вы заметили, что вот мы один раз сыграли и все. И нашей еды, наших спрайтов еды больше нет. Что делать? Все очень просто. Скретч запомнил, что спрайт спрятался. Вот спрятаться написано. И это последняя была операция, которая выполнилась. Поэтому, прежде чем начинать игру, нам нужно еще добавить после, когда щелкнут по флажку, до цикла всегда, команду показаться. Чтобы в начале игры, когда мы щелкнем по флажку, вот смотри, раз, и наш спрайт показался. А потом раз, мы его и съели. И везде нужно добавить такой вот один блок. Я показываю это в процессе, поэтому один блок мы должны добавить в каждый, каждый абсолютно скрипт. Ну, или можно удалить эти скрипты и опять перенести на спрайты. Как ты понимаешь, лучше всего, конечно, сразу правильно написать первый скрипт, а потом его продублировать на все спрайты. Ну что, проверим. Вот наши спрайты, вот мы их съели. Что же делать, когда у нас все пропало, а мы хотим как-то переразместить? Можно сделать вот так вот. Просто щелкнуть на эту команду показаться в списке команд, чтобы сделать так, чтобы на сцене это как-то размещалось по-другому. Допустим, вот яблоко мы не уменьшили и хотим еще его продублировать. Например, нажимаем правую кнопочку мыши на яблоке и нажимаем дублировать. Или еще можно использовать вот этот инструмент, то же самое, дублировать. Нажимаем на спрайт и вот он у нас продублировался. Ну, единственное, что раз и два они в одном и том же месте, поэтому нужно их просто разнести мышкой. Вот у нас уже целая куча еды. Проверяем. Наш код гуляет и наедается. И самое важное, наш проект необходимо сохранить. Чтобы было проще, сюда введем название, код обжора, выберем файл, скачать на свой компьютер и в свою папку сохраним. Вот уже имя есть, поэтому достаточно нажать на кнопку сохранить. Ну, а сейчас твоя очередь реализовать вот эту первую версию игры. Я для справки открою скрипт для еды, потому что у кота скрипт простой. Я надеюсь, ты его запомнишь. А вот этот ты можешь посмотреть, остановив видео и реализовав свою игру. Я тебе желаю успехов. А дальше, в следующей части урока, мы сделаем более совершенную игру. Сделаем управление с помощью клавиатуры для кота.